Добрый день! Спасибо за приглашение. Хотелось бы сегодня рассказать лекцию, посвященную особенностям лечения аритмий в различных группах пациентов. И прежде всего в моей лекции речь пойдет о пациентах пожилого возраста и пациентов, имеющих сопутствующие заболевания. И, наверное, между этими двумя группами пациентов надо поставить знак равенства, потому что, насколько известно, конечно, бывает очень редко, что пациенты с нашими нарушениями ритма в возрасте старше 60-65 лет имели только изолированную, подлежащую аритмическую патологию. Хотелось бы открыть свою лекцию высказыванием известного терапевта Матвея Яковлевича Мудрова о том, что, конечно, мы должны лечить болезнь, мы должны искать и пытаться скорректировать подлежащую причину, но всегда должно лечить самого больного. Хотелось бы напомнить о том, что, безусловно, не возникает изолированная патология нарушения ритма. И, как правило, если нарушены гемодинамические процессы, то, понятно, у этого пациента будут сопутствующие кардиальные проблемы. Если же этот пациент, к примеру, имеет другое соматическое заболевание, это может быть что угодно. Это может быть патология почек, это может быть патология желудочно-кишечного тракта, это может быть онкологическое заболевание. Ведь в реальной клинической практике именно каждый из нас сталкивается именно с такой группой пациентов, которые характеризуются коморбидностью. Хотелось бы рассказать немного истории. Само понятие коморбидность, оно вошло в нашу практику довольно давно, несколько веков назад. Сформулировано это было так, что это наличие дополнительной клинической картины, которая уже существует, то есть была диагностирована ранее, либо которая может появиться самостоятельно, помимо текущего заболевания. Но всегда эта коморбидная патология отличается, поэтому она и называется сопутствующей. И данная проблема, конечно, сейчас, когда мы занимаемся очень хорошей диагностикой, и вот эта обилие диагностических процедур, это на самом деле позволяет выявлять все больше и все чаще сопутствующие хронические соматические патологии. И для чего это важно знать? Вот когда пациент имеет два, а иногда даже три конкурирующих заболевания, все-таки доктору надо сделать выбор, с какого заболевания начать и с какого метода начать его обследование, и на что в первую очередь нужно направить лечение. Этот вопрос изучается довольно давно. Вообще придумано много шкал, по которым оценивается коморбидность. Вот здесь на слайде представлено как минимум четыре. Это шкала, которая называется кумулятивная, то есть комплексная шкала рейтинга болезней. И насколько вы видите, она вообще разработана еще в 60-е годы прошлого века. Это индекс Каплана Фанштейна, который также был разработан несколько десятилетий назад. И возможно наиболее часто применяемый в нашей практике, это индекс Чарльстона, который разработан в конце 80-х. А для чего нам нужно знать или хотя бы примерно оценивать этот индекс? Вот, к примеру, пациент госпитализированный стационар по причине декомпенсации нарушения ритма. Если такой пациент имеет возраст 45 лет, или это идиопатическая фибрилляция предсердий, прогноз заболевания у него будет совершенно иным и отличаться, чем если бы это был пациент, к примеру, в возрасте 80 лет, перенесший инфаркт миокарда, возможно, какую-то кардиохирургическую операцию, имеющую сопутствующую, к примеру, патологию желудочно-кишечного тракта, что будет очень затруднять назначение медикаментозной терапии, или, к примеру, иметь анамнез онкологического заболевания. И вот по шкале Чарльстона каждая сопутствующая патология, причем неважно, она сейчас находится в хроническом состоянии, то есть состоянии ремиссии, либо она сейчас активна на данный момент, за нее присваивается определенное количество баллов. За какую-то патологию присваивается 2 балла, но, как правило, это именно последствия, к примеру, нарушения мозгового кровообращения с ограничением движений, это сильное или умеренное снижение функции почек, это опухоли любых локализаций, то есть такие побочные, соответственно, сопутствующие состояния считаются самыми значимыми. Это также инфекции, которые часто ассоциированы с хроническими заболеваниями. И вот суммарный индекс, он в итоге составляет либо двузначное число, либо число от 1 до 10. И здесь математически, чем выше будет индекс Чарльстона, тем, к сожалению, хуже прогноз нашего пациента. И вот чуть позже мы расскажем, почему на самом деле возникают сложности в лечении пациентов, которые имеют нарушение ритма, и любую другую сопутствующую соматическую патологию. Хотелось бы еще сказать, что вот эти три шкалы, они не абсолютны. Вот здесь, насколько вы видите, есть еще индекс, который называется индекс сопутствующих заболеваний, разработанный в 90-е годы. Уже сейчас в нашем 21 веке введены различные индексы. Это гериатрический индекс коморбидности, это функциональный индекс коморбидности, это индекс общей заболеваемости. Но хотелось бы сказать, что это список не полон. Что если, например, провести направленный поиск в медицинской литературе всех возможных шкал, которые используются для определения понятия коморбидность и вообще для определения ее степени тяжести, то, конечно, наш слайд не вместит всех возможных таблиц, алгоритмов. Но хотелось просто познакомить вас с самыми распространенными вариантами. Также хочется сказать, что вот в 21 веке мы, наверное, как никогда видим проблему, что коморбидность встает особенно остро. Во-первых, идет так называемый процесс эйджинга, то есть старение населения. Это улучшается технологией лечения. То есть многие заболевания, которые раньше были неизлечимыми, те заболевания, от которых уходили наши пациенты. В возрасте довольно молодом в настоящее время эффективно лечится. Поэтому улучшается, конечно, дожитие пациентов. И тем самым, вот как раз, еще раз напомню, что вот наши две сегодняшние темы, они будут постоянно перекликаться. То есть нигде ни в одной группе возраста не будет так много сопутствующих заболеваний, как в группе пожилого возраста. И наоборот, справедливое обратное, что среди пациентов, которые имеют, соответственно, возраст старше 65, очень редко нарушение ритма возникает как одно изолированное заболевание. То есть большинство таких пациентов будут иметь подлежащую либо фоновую кардиальную патологию, а чаще эта кардиальная патология сочетается еще и с другой соматической патологией. Ну, дальше, скажем, наверное, больше в процентном отношении это может быть и сахарный диабет, это может быть и нарушение функции почек, хроническая болезнь почек, это хроническая обструктивная болезнь легких, это патология печени. Причем даже, ну, наверное, известны вам, да, понятия кардиоринального синдрома. И, соответственно, эти патологические состояния, они являются взаимосвязанным. И невозможно все-таки заниматься лечением одной нашей патологии нарушения ритма, но при этом нисколько не брать во внимание сопутствующие серьезные патологии, которые могут быть у наших пациентов. Поэтому, вот если брать статистику, 20-30% населения имеют коморбидные состояния. А если мы возьмем направленную группу лиц старше 65 лет, почти каждый первый, то есть, по отдельным данным, даже 98% в возрасте старше 80 лет будут иметь коморбидную патологию. Сейчас, соответственно, все больше внимания привлекается к этой проблеме. Созданы секции, то есть, в наших крупных сообществах, в российском кардиологическом обществе, в российском обществе терапевтов. Сейчас созданы специальные сформированные рабочие группы, где входят наиболее признанные в России специалисты-эксперты, которые уже давно, не первый год, занимаются коррекцией коморбидных состояний. Кроме того, вышли клинические рекомендации. Они вышли не так давно. Это публикация декабря 2018 года, то есть, в общем-то, полтора года. И здесь определяется, что же такое коморбидная патология, какие виды коморбидной патологии известны. И вот здесь указана частота, к примеру, вот интересующая нас фибрилляция предсердий. Вы видите, что примерно 84% пациентов будут иметь сопутствующую артериальную гипертензию. И это справедливо. И мы действительно видим это подтверждение в реальной клинической практике. Еще 65% будут иметь нарушение липидного обмена. И тем самым это тоже предпосылка для того, чтобы у пациента дебютировала ишемическая болезнь сердца. И это тоже показатель довольно высокий, 63%. Сахарный диабет имеет 37% пациентов из тех, кто страдает фибрилляцией предсердий. Хроническая сердечная недостаточность. Но об этом можно посвятить этому целую отдельную лекцию. Как правило, пациенты, имеющие тахисистолические формы фибрилляции предсердий. А особенно если наблюдается персистирующее, либо хроническое течение. Это будет со временем приводить к тому, что нарушается сердечная гемодинамика. И снижается сократительная способность левого желудочка. И тем самым это проводится к тому, что либо у пациента прогрессирует сердечная недостаточность, которая уже была раньше, как фоновое заболевание. Либо это было исходно интактные камеры сердца. Но на фоне длительно существующей тахисистолической формы фибрилляции предсердий, эта гемодинамика также начинает ухудшаться. И пациент у нас переходит в разряд тех, о которых мы уже можем сказать, что имеется хроническая систолическая либо диастолическая дисфункция. Но для нас, наверное, для клиницистов большее значение имеет систолическая дисфункция, где документируется снижение сократительной способности миокарда и фракция выброса ниже 40%. Так как эти пациенты, они помимо того, что у них просто плохой прогноз из-за прогрессирования сердечной недостаточности, а также прогноз будет обусловлен рисками инсульта на фоне фибрилляции предсердий, который значимо выше, чем у пациентов с синусовым ритмом. Но также и позволите напомнить, что такие пациенты, у которых фракция выброса ниже 40%, особенно ниже 35%, они согласно определению европейских и других обществ аритмологии попадают в разряд пациентов, имеющих высокий риск внезапной сердечной смерти. А это на самом деле очень серьезная ситуация. С этой ситуацией также есть свои направления борьбы, и пациенты получают пожизненно профилактическую терапию медикаментозную. Таким пациентам при наличии показаний имплантируются кардиоверторы, дефибрилляторы. Если такие пациенты также сопровождаются тем, что возникает десинхрония, сокращение, и увеличивается время электрической систолы, тем самым также возможно применение сердечной ресинхронизирующей терапии. И также, что еще мы видим в таблице, что хроническая болезнь почек будет наблюдаться у 35% фибрилляции предсердий. А вот этот вопрос хотелось бы прокомментировать отдельно. Почему? Потому что исходно, в принципе, пациент может иметь фоновую, подлежащую хроническую болезнь почек, особенно если это пациент с гипертонической болезнью, либо пациент с сахарным диабетом, так как мы все знаем о формировании сначала микроальбуминурия, потом снижения клубочковой фильтрации и прогрессирование, конечно, ухудшение фильтрующей способности почек. А еще со своей стороны, пациенты, которые получают терапию нарушений ритма, прежде всего это антиаритмические препараты, а если это пациент с фибрилляцией предсердий, они также получают и антикоагулянтную терапию. А насколько вы знаете, препараты из ряда антикоагулянтов, особенно препараты из-за непрямых оральных антикоагулянтов, могут тоже влиять на течение хронической болезни почек и способствовать ее ухудшению. А ухудшение фильтрационной способности почек, оно в свою очередь будет проводить к тому, что накапливаются токсические эффекты применяемых препаратов, так как изменяется клиренс данного препарата, то есть ухудшается выводимость этого препарата, снижается скорость выведения, и поэтому риск проаритмогенного действия или некардиального побочного действия, а в случае с антикоагулянтами это будет повышенный риск геморрагических осложнений, и поэтому, казалось бы, на первый взгляд, не очень большая цифра 35%, а на самом деле эта цифра очень динамична. И пациенту с нарушением ритма, у которого уже хоть когда-то была выявлена хроническая болезнь почек, нужно будет уже в процессе его клинического введения примерно раз в полгода переоценивать скорость клубочковой фильтрации, а особенно переоценивать, если производится какая-то смена терапия, особенно наращивание дозы антикоагулянтов, изменение дозы антиаритмиков, если мы будем добавлять препараты, то есть усиливать терапию, комбинировать различные группы препаратов, а вам также известно такое понятие, как лекарственное взаимодействие, когда могут действующие вещества, которые содержатся в качестве активной субстанции в одном лекарственном препарате, они могут химически прореагировать с действующими веществами, которые входят в состав других препаратов. Либо второй вариант – это конкурентный путь метаболизма, когда, к примеру, одни и те же препараты, но здесь можно простейший пример сказать, это кардарон, варфарин и, к примеру, любое антибактериальное средство или противовирусное. И тем самым все эти три препарата будут выводиться одной и той же системой цитохрома P450. И поэтому, если мы назначаем эти три препарата одновременно, то мы будем ожидать то, что концентрация данного препарата будет колебаться. И поэтому следует чаще, чем обычно, проводить лабораторный контроль. И, конечно, следует более строго, чем обычно, мониторировать риск осложнений. Поэтому дальше мы уже пойдем как раз по дальнейшей тематике того, что уже начали говорить. И вот вернемся к такому понятию, которое называется полипрагмазия. Вообще полипрагмазия – это тоже понятие, которое еще появилось несколько десяток лет назад. И, конечно, оно появилось, наверное, значительно раньше, просто как-то сформулировано. В виде определения, что это одновременное назначение большого количества лекарственных средств. И здесь определяющим фактором является неоправданное назначение большого количества медикаментозных средств и процедур. Возможно, всем известны ситуации, когда, к примеру, пациент получает от кардиолога 2-3-4 препарата. Пациент лечится у уролога, где он также получает 1-2 препарата для хронического приема. При этом он, допустим, принимает еще сахароснижающую терапию при сахарном диабете. Кроме этого, пациент может получать, например, ингаляции при бронхиальной астме или хронической болезни легких. Либо, к примеру, может получать какую-то терапию при наличии инфекционного процесса. Прежде всего, это либо антибиотики, либо антивирусные препараты. И здесь очень сложно провести грань, где все-таки кончается адекватное назначение лекарственных препаратов, а где начинается истинная полипрагмазия. Потому что если сделать временной анализ всех количеств лекарственного препарата, которые может принимать пациент за один день, это порой может доходить от 5 препаратов до даже, наверное, нескольких десятков. И, конечно, вопрос, который интересует всех клиницистов, это тот вопрос, что существует ли зависимость между количеством назначаемых лекарственных препаратов и частотой потенциального лекарственного взаимодействия? Наш ответ – да. Безусловно, существует. И все-таки вот эти системы метаболизма лекарственных препаратов, их существует не так много вариантов. И все равно, чем больше препаратов мы даем, чем больше групп препаратов наш пациент принимает одновременно, конечно, тем выше риск того, что эти препараты будут конкурировать за период метаболизма и за путь выведения. И тем самым будут копиться токсические концентрации данных лекарств. Хотелось бы сказать, что современный пациент, который попадает к нам на осмотр, либо, может быть, поступает в стационар, либо уже обращается для проведения катетерной аблации, аритмии, он является не таким простым, как это может показаться. То есть вот данный рисунок символизирует то, что, наверное, мы можем сразу-то и недооценить наличие всех сопутствующих заболеваний, с которым наш пациент появляется. А как правило, это все-таки пациент с множественной коморбидностью. Вот наиболее типичная коморбидность для наших пациентов с нарушениями ритма, во-первых, это кардиальные проблемы. Это, как мы уже отмечали, ишемическая болезнь сердца. Это артериальная гипертензия. Это сахарный диабет второго типа, который уже признается многими экспертами, как тоже один из видов сердечно-сосудистых заболеваний. Это, прежде всего, сопутствующие нарушения ритма, которые просто могут быть различного генеза. То есть пациент может иметь фибрилляцию предсердия, одновременно у него могут регистрироваться желудочковые нарушения ритма. Либо у него может быть синдром тахибрадикардии, когда одновременно регистрируется эпизодовая блокада, либо пауза ритма, и при этом есть также эпизоды тахикардии. Кроме того, у наших пациентов очень частый спутник – это нарушение тиреоидного обмена. Так как, первое, исходно сами проблемы с щитовидной железой и нарушение равновесной концентрации гормонов гипофиза и гормонов самой щитовидной железы может способствовать тому, что возникает избыточная аритмогенная готовность. То есть частота пароксизмов аритмии, в общем-то, любых даже локализаций и предсердных желудочковых аритмий у тех пациентов, у которых наблюдается нарушение функции щитовидной железы, конечно, оно будет заведомо выше. И также верное и обратное. Например, для лечения многих нарушений ритма применяется из широко всем известный препарат амьодород, который имеет свою нишу для применения. Это, конечно, наверное, является препарат рядом выбора для ишемических пациентов. Это препарат выбора при профилактике тяжелых желудочковых нарушений ритма. Это препарат выбора у постинфарктных пациентов. Но, тем не менее, надо помнить, три наиболее значимых побочных эффекта. Это нарушение со стороны зрения, это печеночная недостаточность, и, конечно, это нарушение функции щитовидной железы. То есть, конечно, существуют случаи из практики, когда пациент, который получает амьодорон, в дальнейшем уже может презентировать симптомы тиреотоксикоза, либо, наоборот, снижение функции щитовидной железы. И ему требуется довольно серьезная, зачастую даже патогенетическая и гормональная терапия, для того, чтобы вернуть тиреоидный статус к норме. А, естественно, цена этого всего – это качество жизни пациента, это его безопасность, это уже побочный эффект от той терапии, которой мы корректируем нарушение функции щитовидной железы. И, на самом деле, этот вопрос всегда надо очень сильно взвешивать и думать. То есть, в среднем, по статистике, на одного пожилого человека, имеющего нарушение ритма, это исследовали шведские ученые, приходится почти три лекарства. Чуть подробнее это показано на слайде. И вот здесь хотелось бы сказать, что, как бы это казуистически не звучало, последняя колонка называется «Количество выписанных препаратов». И вот посмотрите, что, конечно, было включено огромное количество больных, практически 700 тысяч пациентов были в шведском регистре. Большинство пациентов получало от 2 до 4 препаратов одновременно. Но вот посмотрите последнюю строчку, 3400 пациентов одновременно получали, выписанные доктором, более 20 препаратов. Это 0,5% от всего числа больных. Вроде бы по процентам получается небольшой показатель, всего полпроцента. А вот если это перенести, вот реально это жизни людей, это здоровье пациентов, это 3400 человек, которым выписано 20 лекарств. Вот в этом регистре не проводился подробный анализ, насколько адекватно назначались эти препараты, и не существовало ли действительно истинной полипрагмазии. Но в любом случае, каждый раз, вот если вы встречаете выписки, встречаете, может быть, на амбулаторном приеме, ну хотя бы 7-8, а то и больше препаратов, нужно тщательно с этим разобраться. Вероятно, какие-то препараты имели курсовой просто прием, и пациенты либо забыли их отменить, либо продолжают принимать их по привычке, либо какой-то из препаратов назначался на определенный срок, к примеру, после операции, или после острого коронарного синдрома, или после, например, обострения хронического заболевания. Всегда надо тщательно взвешивать клиническую ситуацию, потому что, вот думаю, что вы согласитесь, неизвестно, что лучше, получать 20 препаратов, либо получать, может быть, меньшее число лекарств, но зато как-то управлять потенциальным их лекарственным взаимодействием и представлять, насколько безопасны они для пациента. По данным статистики, к сожалению, понятие приверженности к терапии, то есть это понятие, которое говорит о том, насколько наши пациенты правильно пьют таблетки, либо в глобальном смысле, насколько хорошо вообще пациенты соблюдают рекомендации врача. Это может касаться относительно всего. Относительно коррекции образа жизни, относительно показаний к хирургическим операциям. Когда пациенту рекомендуется в плановом порядке хирургическое вмешательство, пациент пропадает, не обращается вовремя, приходит через несколько лет, и здесь уже и другой объем вмешательства, и оно может быть уже и не такое плановое. И, безусловно, это в классическом понимании, это степень соблюдения режима приема медикаментов. Вот таких исследований, которые оценивали степень приверженности, тоже проводилось очень много. Этому посвящен не один ряд диссертаций, монографий, и российские и зарубежные авторы этим вопросом много занимаются. Средний показатель – половина, то есть 50% пациентов привержены нашим рекомендациям. Это средний показатель по всем возрастным группам, и здесь хочется, конечно, сказать еще раз высказывание очень уважаемого автора Мигеля де Сервантеса, что самое лучшее лекарство больному не будет помогать, если он его не принимает. Здесь лучше не скажешь, потому что, конечно, лекарство будет действовать, если оно принимается в режиме, который предписал доктор, и в той дозировке, в которой тоже предписал доктор. И это лекарство нужно принимать без перерыва, а то, конечно, эффективности нас не приходится ожидать. Эта низкая проблема, приверженность к медикаментозной терапии, она характерна для любых стран. Она уже давно выносится в Всемирной организации здравоохранения как большая проблема мирового масштаба. И чуть дальше мы скажем, что для того, чтобы эту проблему решить, нужно придумывать какие-то стратегии, которые помогут улучшить приверженность. Причем нам надо понимать, какие пациенты перед нами. Пациенты с нарушениями ритма, это могут быть исходно здоровые люди, но иметь, например, генетически обусловленные нарушения ритма. Это может быть, к примеру, человек, перенесший операцию на сердце или перенесший инфаркт миокарда, и у него есть уже определенная коморбидность. Это может быть пожилой человек, который имеет уже просто когнитивные нарушения, он имеет уже забывчивость, снижение внимания, он может просто перепутать режим препарата. У пациента, может быть, иногда банально не хватает финансирования для того, чтобы приобретать вовремя и в полном объеме лекарственные препараты. Особенно это касается приема препаратов-антикоагулянтов, которые пока на нашем рынке являются достаточно дорогими, и не в каждом лечебном учреждении есть возможность на длительный срок амбулаторно назначать данные препараты. И поэтому нашим пациентам нужно, безусловно, объяснять, зачем им назначается данная терапия, рассказывать, что может быть, если пациент прекратит прием препарата, рассказать все риски, которые связаны с прерыванием данного препарата, рассказать вообще причины, симптомы и риски, в принципе, его заболевания, то есть его нарушение ритма, которое имеется. И для врача, как для специалиста, лежит огромная ответственность. Во-первых, нужно не допустить избыточного назначения препарата, то есть возвращаемся к той самой полипрагмазии или к вопросам передозировки препарата, а также нельзя назначать необоснованные низкие дозы. Например, было недавнее исследование о том, что пациенты, которые имели фибрилляцию предсердий, принимали антикоагулянт, но не в целевой дозе. Скажем так, что целевая доза назначается, если пациент не имеет значимого нарушения функции почек, если пациент достаточно молодой или если у пациента вес находится в пределах 60 кг и выше. Во всех остальных случаях иногда допускается снижение дозировки антикоагулянтов, но это всегда клинически обосновано. И вот, было проведено сравнение. То есть люди, которые по всем показателям должны были принимать полные дозировки, они по своим причинам принимали их нерегулярно. Кто-то принимал через день, вместо того, чтобы ежедневно. Кто-то принимал, допустим, не целую таблетку, а половину. Кто-то принимал препарат двухкратного приема, но принимал его один раз в день. И на самом деле целью этого исследования было показать так, что неадекватный режим приема препарата, это в общем-то во многом случае равно тому, что пациент его вообще не принимает. И, к сожалению, частота инсульта сразу резко возросла. Потому что вот такой прерывистый режим приема антикоагулянтов, это в некоторых случаях ничуть не лучше того, что пациент просто прекратил их принимать. И здесь никто не застрахован, что как раз в тот период, когда больной делает прерыв лечения, так называемые лекарственные каникулы, это на самом деле так же плохо, как если вдруг бы пациент просто бы даже и не начинал принимать наш препарат. Вот еще раз здесь указано определение приверженности. Это степень соответствия поведения пациента в отношении применения медикаментов, либо выполнения рекомендаций по питанию, либо выполнения рекомендаций по коррекции образа жизни. То есть соответствие поведения пациента рекомендациям врача. Хочется подчеркнуть рекомендациям грамотного врача и грамотным рекомендациям. Потому что бывает такая ситуация, когда пациент это как раз имеет очень хорошую приверженность, и они настолько доверяют клиническому специалисту, что просто безусловно выполняют все рекомендации. Но бывает такой момент, что доктора могут прописывать неадекватные дозы медикаментов, и тем самым получается так, что, соответственно, пациент также получает недостатки в лечении, и возникает, возможно, неадекватный режим приема препаратов, и тем самым возникает риск осложнений. Проводились открытые социологические опросы. Пациентов опрашивали, всегда ли вы принимаете те препараты, что выписал вам доктор. Ну вот вы видите, если принять все за 100%, примерно 37, 39 и 41% вообще эти препараты принимают. Это крайне мало. Напомню, что мировая статистика, что половина пациентов бросают принимать лекарства после того, когда они им будут выписаны. То есть вот по данным регистра Health Index, в России только 37% пациентов вообще соблюдают прием этих лекарств. Потом пациентов просили объяснить, что в том случае, если они прекратили прием препарата, почему они это сделали. Ответы были разные. Самый популярный ответ. Это слишком дорого, но это опять возвращаться нужно к той проблеме. Регистрация фармпрепаратов, недостаточного распространения дженериков, которые были бы, возможно, более доступны пациентам. Отсутствие финансовых гарантий в различных локальных медицинских учреждениях. Также есть такая причина, что пациент идет в аптеку, а фармацевт ему, к примеру, в аптеке рекомендует другой препарат. Этот другой препарат отличается от того, что ему назначил доктор на основном приеме. И у пациента возникает растерянность. Все же, что ему принимать, то, что ему сказали на консультации, или то, что ему все-таки говорит специалист в аптеке. И иногда может случиться так, что пациент меняет свое мнение и действительно отказывается от приема препарата. Есть те пациенты, которые любят сравнивать несколько врачебных мнений. Вот это два негативных последствия. Первое негативное последствие, что пациент в итоге вот так сравнивает мнение, а потом он отказывается от приема препаратов, которые ему действительно нужны. И в этом он тем самым, конечно, повышает себе риск осложнений. А второе негативное последствие, что пациент может получить у различных консультантов, в принципе, синонимы лекарственных препаратов, которые будут иметь одно и то же действие. Ну, допустим, это разная страна производителей, либо это различные представители одной и той же группы препаратов, а пациент, он затем может просто по ошибке, по незнанию принять все препараты из одной и той же группы одновременно. Это даже еще хуже, чем если пациент не принимал бы их совсем, потому что тут лекарственные взаимодействия мы потом даже и предугадать не сможем. И хорошо, если мы вообще всю эту историю узнаем, и будет у нас хотя бы информация о том, какие препараты пациенту назначались и когда назначались. И поэтому хотелось бы сказать, что, ну, конечно, на это требуется время на приеме, на это требуется время при обходе пациента в стационаре, на это требуется время, чтобы объяснить пациенту при выписке, но с нашими пациентами надо говорить, надо анализировать, почему у них возникает недостаточная приверженность. Это все также давно уже посчитали, проанализировали. Есть пять категорий факторов, которые могут вообще повлиять, почему пациенты бросают прием лекарства. Мы их во многом уже озвучили. Это, во-первых, иногда просто отсутствие доступных врачебных разъяснений, потому что нет времени, не акцентируют на важности приема препарата. Потом пациенты могли, да, перенести инсульт, может быть, снижение когнитивных нарушений, они просто забыли то, что им рассказал доктор. Это может быть какой-то негативный опыт пациента. К примеру, он же принимал препарат, ну, например, кардарон. И этот препарат приводил к него к возникновению побочных эффектов, например, к развитию тиреотоксикоза. И то есть пациент помнит, что вроде бы препарат ему помогал, но потом у него было побочное явление, а потом после этого побочное явление пациенту пришлось еще долго лечиться. И после этого у него может просто развиться негативизм, и он уже не станет принимать и другие антиоритмики. Может быть, они будут более безопасными, но у пациента, конечно, будет уже страх перед тем, что он может снова повторить нежелательный побочный эффект препарата. И еще часто это недооценка ситуации. То есть пациентам надо работать, надо рассказывать, как, какими вообще рисками может сопровождаться его заболевание. А для нарушений ритма, конечно, наши пациенты, они, в общем-то, нездоровые люди, и они даже, учитывая, что нарушений ритма действительно довольно много, но, как правило, эти нарушения ритма могут приводить к тому, что у пациентов может ухудшаться долгосрочный прогноз. И если лечение будет отсутствовать, если пациент не будет вовремя принимать профилактические препараты, тем самым он свой плохой прогноз ускоряет. И поэтому это тоже надо пациенту очень тщательно разъяснять. Есть специальные опросники. Самый из них простейший – это общеизвестный опросник Мариски Грина. Там всего 4 вопроса. То есть это вопросы, которые спрашивают пациента, забывал ли он прием препаратов, относится ли он внимательно к часам назначения препаратов, не пропускает ли он прием препаратов, если, к примеру, он себя хорошо чувствует, симптомы прошли, и пациент думает, может быть, уже мне и не надо лекарства принимать. И так бывает очень часто. Либо это опять опыт негативного приема, что если вы почувствовали себя один раз плохо после приема какого-то препарата, будете ли вы принимать его в дальнейшем. И также по опроснику Мариски Грина, меньше 50% пациентов соблюдают назначенный режим терапии. Это тоже укладывается в общемировую статистику. Конечно, с этим надо что-то делать. Были предприняты попытки выявления так называемых крайностей в приеме препаратов. То есть есть понятие лекарственных каникул, когда пациент принимает количество принятых доз, они составляют гораздо меньше от назначенных. А есть наоборот, что, к примеру, в блистере 10 таблеток, а пациент приходит через 10 дней и говорит, что он принял 20 таблеток за 10 дней. То есть пациент сам лично решил принимать препарат вместо 1 раза в день 2 раза в день. И это тоже плохо. Это уже передозировка препарата. Это так называемое гиперназначение. Иногда это может быть обусловлено неправильной трактовкой врачебных назначений, банальной опечаткой. Иногда это бывает, но и чаще все-таки это бывает неправильным пониманием пациента ситуации. И это обязательно надо выяснять и делать. Что мы должны изменить? Должны, конечно, во-первых, смотреть, какой пациент перед нами находится. То есть если это молодой человек, который, к примеру, ну, наверное, ему будет доступнее разъяснить на понятном ему языке вообще суть его заболевания, суть его нарушения ритма, чем это опасно, какие препараты разработаны. И, возможно, прежде всего, это применение каких-то современных смарт-технологий с помощью носимых мобильных устройств, регистрации кардиограммы, мобильных напоминалок, которые просто, ну, наверное, будут более адекватно восприниматься пациентами молодого трудоспособного возраста. Если это пожилой пациент, лучше постараться терапию адаптировать. Уже говорили, что таким пациентам бывает сложно даже запомнить режим препаратов, и, возможно, что им приходится где-то эту даже терапию сокращать. То есть по возможности, к примеру, принимать препарат, который включает в себя 2-3 компонента. Это может быть, наверное, примером это антигипертензивные средства, которые могут включать ингипитер АПФ, диуретик, бета-блокатор. Это проще, потому что пожилому человеку принимать препарат 1 раз в день, чем 3 раза принимать по одной таблетке, это все-таки более доступно. Иногда препараты бывают короткого действия, и в этом тоже есть своя ниша для применения. Иногда пациенты принимают препарат ретардной формы. То есть это препараты пролонгированного действия. И вот здесь опять же пожилому человеку лучше рекомендовать подобные формы. Но здесь надо помнить, что ретардированные препараты, конечно, это удобно, это прием 1 раз в сутки. Но если пожилой человек вдруг по ошибке выпил вместо 1 дозы 2-3-4 дозы препарата, то ретардированный препарат у него другой период полувведения. И что если препарат короткого действия, все-таки его концентрация будет ослабевать со временем. А ретардированный препарат, тут уже потребуется больше времени на то, чтобы произошел метаболизм этого препарата, и он начал выводиться каким-то из способов экскреции. И это тоже надо учитывать. Особенно, когда пожилой человек, он, скорее всего, будет иметь уже нарушение функции почек. И тут сама по себе экскреция препарата может быть нарушена. Поэтому хочется обратиться к специальным европейским рекомендациям по профилактике, в которых есть целый раздел, посвященный медицинской приверженности. Там написано так, что для наших пациентов рекомендовано там, где это возможно, упрощать режим терапии. Не три препарата три раза в день, лучше один, но комбинированный. Если есть возможность отправки обратной связи пациенту, это еще лучше. То есть есть мобильные госпитали, есть интернет-технологии, есть средства мобильной связи, есть мобильные программы, о них тоже скажем чуть дальше, которые позволяют мониторировать эффект от лечения, и которые позволяют пациенту обратиться, если возникает какой-то эпизод передозировки, чтобы специалист сразу сказал, что необходимо делать, куда обращаться, стоит ли немедленно обращаться в скорую помощь, либо стоит как-то, ну, есть, существуют способы справиться с этой ситуацией. И поэтому вот так называемая медицина будущего, она еще направлена на разработку так называемых полипил. Это политаблетка, которая будет включать в себя много компонентов. К примеру, снижение холестерина, нормализация давления, нормализация частоты сердечных сокращений, мочегонный препарат. То есть такие препараты, они в принципе разрабатываются и находятся на этапе создания. Что мы можем предложить именно из средств современной цифровой медицины? Существуют так называемые простые методы приверженности, когда это просто пациент берет блокнот, записывает, сколько раз ему надо принимать препарат, везет дневник своего давления, пульса, ну и просто ставит плюсик, крестик, когда он выпил препарат, чтобы потом посмотреть, все ли он соблюдал. Есть электронные методы контроля приверженности, когда, к примеру, соблюдается заполнение таблетниц. Каждая таблетница представляет собой такой специальный контейнер, который маркирован согласно дням недели. А внутри уже этих дней недели каждый контейнер еще маркирован утро, день, обед и вечер. И поэтому это тоже позволит пациенту не забыть, потому что в этом контейнере видно, если остался непринятый препарат, даже видно, в какой день он был непринят, и что, соответственно, какой режим он не соблюдал. Кроме того, есть функция отправки связи через мобильный телефон или компьютер. То есть создаются такие центры удаленного мониторинга. Это могут быть липидные клиники, это могут быть клиники для определения свертываемости крови, это могут быть так называемые водные клиники для пациентов, которые получают диуретики. Когда человек может обратиться круглосуточно по специальному телефону горячей линии, либо может рассчитывать на то, что ему придет смс-напоминание о приеме таблетки, либо что ему придет письмо на электронную почту, там также будет содержаться напоминание о приеме препарата. И так называемые смарт-устройства – это веяние последних, скажем, цифровых достижений. Вот на этом слайде кратко хотелось бы сказать о том, что сейчас разработана масса электронных технологий, которые позволяют помочь нашим пациентам принимать различные лекарства. Это, к примеру, контейнер, в котором встроен датчик, который считает количество принятых таблеток. То есть после того, как только через эту крышку пациент достает одну дозу препарата, включается счетчик, который нельзя остановить. Он может только перезагрузиться, только тогда, когда опустеет контейнер. И когда пациент идет к врачу, он берет с собой этот умный микросчетчик, и там уже врач может посмотреть, сколько уже в реальности, сколько доз препаратов принял пациент. Электронные аптечки, о которых мы уже говорили. Еще есть электронный бокс для таблеток. Сразу стоит сказать, что эти все электронные устройства, помимо того, что они выдают цифровую информацию о том, сколько осталось таблеток, сколько таблеток человек принял, во сколько он их принял, потому что время там тоже отражается, они все еще подают и звуковые сигналы. То есть можно это так представить таким образом, что, к примеру, в 9 утра необходимо выпить антиаритмический препарат. Такой пациент должен в 9 утра получить звуковой сигнал, похожий на сигнал будильника. Если пациент не принимает препарат, проходит 10 минут, ему возникает напоминание, что не забудьте принять медикамент. Если пациент опять не принимает препарат, также ему приходит третье звуковое оповещение. И, соответственно, дальше. Либо пациент, если он по какой-то причине, это она же может быть объективной, почему он не принял препарат, может быть, это рекомендация лечащего врача, или может быть, у него просто изменился режим приема терапии. То есть потом, когда пациент пойдет уже на прием к лечащему врачу, то есть данное электронное устройство уже имеет память. И в этой памяти будет в архиве отражено, какой день был пропуск приема препаратов. А это тоже очень важно. Отдельно хочется сказать, что порой нашим пациентам, которые имеют нарушение ритма, важно своевременно их диагностировать. Потому что часто бывает такой вариант, что пациент себя плохо почувствовал в дороге, в поездке, на даче, за городом. У него нет возможности зарегистрировать кардиограмму, у него нет возможности пойти в поликлинику. Допустим, это не такая ситуация, чтобы вызывать бригаду скорой помощи. И потом, когда пациент уже приходит к нам на прием, он не имеет никаких документов. То есть у нас есть анамнез, что у пациента была зарегистрирована какая-то аритмия, а при этом он нам показать не может пленку кардиограммы. И, в общем-то, диагноз у нас будет вызывать сомнения. Есть так называемые смарт-устройства. Это, как правило, мобильные приложения. Это компьютерные программы, которые совместимы со смартфонами, либо с планшетами, которые позволяют регистрировать фотоплитизмографию. Это пульсовая волна, которая соответствует примерно одному стандартному отведению стандартной кардиограммы. Это приложение, которое изображено на слайде, оно было одним из первых, который разработан для контроля ритма. При этом требуется прислонить подушечки пальцев к специальному электроду. Этот электрод, эта пластина, на которой расположен электрод, она через канал Bluetooth соединяется именно со смартфоном. А уже этот смартфон может, во-первых, на экране демонстрировать запись ленты одного отведения ЭКГ. А, как правило, все такие устройства, они также имеют связь с облачным хранилищем. И доктор удаленно может посмотреть, какой вид кардиограммы в данный момент ему передает пациент. А это очень важно. В таких устройствах есть плюсы и минусы. Плюс, конечно, в том, что это мобильность. Сейчас смартфон есть практически у каждого человека, поэтому это доступно. Минус, что такое приложение, оно активируется активно. То есть сам пациент, когда себя чувствует плохо, он достает этот регистратор и передает данные. Но, к примеру, аритмия может быть ночью, она может быть бессимптомной. То есть человек, может быть, аритмию имеет, но просто он не знает, что она у него есть, и поэтому он этим прибором не пользуется. Есть также более новые методики. Это передача, которая, в принципе, основывается на том же самом соответственном механизме. Это датчик, который расположен на ремешке умных часов. И тоже компьютерная программа, которая позволяет затем через облачный сервер передавать в интернете запись кардиограммы в одном отведении, но, наверное, правильнее сказать, ритмограммы с помощью умных часов. Можно настроить, чтобы данная передача, она включалась не только по требованию, но, к примеру, это может быть непрерывная запись ритмограммы 5 минут, 10 минут, 30 минут. Это, конечно, не эквивалент суточного мониторирования, но, опять же, эти часы тоже, в общем-то, разных производителей, они получают все большее распространение, и поэтому это тоже может быть методом поиска аритмии вообще, в принципе, среди таких обычных, но считающих себя здоровыми, групп лиц, которые на самом деле могут иметь скрытые нарушения ритма. Есть своя ниша у многосуточных регистраторов событий. Это тоже смарт-устройство. Оно крепится на грудную клетку с помощью наклеек. Это беспроводной монитор. То есть это можно назвать эквивалентом суточного мониторирования, но это значимое преимущество, что он не требует накладывания проводов, которые, может быть, зачастую для пациента очень некомфортны. Одно дело носить такие провода в течение суток, а если нам требуется зафиксировать более редкую аритмию, то, как правило, можно и 14 суток носить данный монитор, и поэтому беспроводная система – это выход, потому что такой монитор перенести в течение двух недель для пациента, ну, это, как правило, гораздо более комфортно. И точно так же через каналы Bluetooth эта зарегистрированная кардиограмма, она передается сначала на дисплей смартфона, а уже с помощью смартфона она также передается на интернет-сервер. Это защищенный сервер, который хранит данные пациента, и доктор может в любое время посмотреть онлайн, какая кардиограмма идет у пациента, и, что очень важно, пациент может также отправлять обратную связь. То есть, может быть, он мониторируется, но вот в какой-то из моментов у пациента возникла либо слабость, либо одышка, может быть, какое-то ощущение головокружения, и вот именно в этот момент пациент может нажать на кнопку «Отправить событие», и у доктора, помимо того, что у него вообще 14 дней идет регистрация ЭКГ непрерывно, у него еще придет функция «Отправить событие», и это важно, потому что мы увидим корреляцию симптомов и реальные записи ЭКГ, потому что бывает так, что аритмия есть, но она бессимптомна, то есть пациент говорит, что у него все хорошо, а в этот момент по монитору идет нарушение ритма, и может быть обратная ситуация, то есть пациент может испытывать жалобы, усталость, одышка, а при этом ритм может быть нормальным. Это тоже бывает. Поэтому это действительно важно. Здесь пример, в каком виде доктор видит вот у себя на сервере, в интернет-сайте, как он видит вообще запись ритмограммы. Это тоже одно отведение. Ну, качество довольно чистое, оно вполне сопоставимо с обычными проводными многоканальными мониторами. Вот, и здесь зарегистрированный момент как раз восстановления синусового ритма. Это тоже важная информация. Ну, во-первых, это руководство к изменению терапии, и поэтому это действительно важно. Также хотелось сказать, что мобильные приложения создаются довольно часто, и в мобильных приложениях разработано, вот, ну, по данным литературы, они исчисляются сотнями. Русскоязычных приложений не так много. Вот один из примеров, это мобильное приложение, которое называется SmartFP, и оно предназначено для того, чтобы улучшить эффективность лечения фибрилляции предсердий. Конечно, в идеале это вот то приложение, которое поможет улучшить комплоентность, то есть улучшить приверженность к терапии. Это интерфейс, который, в принципе, понятен пациенту любого возраста, и молодому, и пожилому. Это довольно такой подробный, сначала есть подробная информация о заболевании, который носит справочный характер, потом также пациент заносит свои демографические данные, потом пациент заносит свои сопутствующие заболевания, программа высчитывает, имеются ли риски осложнений, имеются ли риски тромбоза, или, напротив, риски кровотечения. Есть хронокарта симптомов, когда, к примеру, пациент может отмечать, во сколько у него возник приступ аритмии, когда он начался, когда он закончился, сколько он длился, как часто вообще возникают эти приступы. Для доктора это важная информация. То есть вот отрадно, что такие технологии входят вообще в нашу клиническую практику. Я думаю, что за ними действительно большое будущее, особенно при их оптимальном использовании. Конечно, оптимальных медикаментов, чтобы лечить аритмии у пожилых пациентов, не существует. Но точно так же, как у пациентов других возрастов. Есть аритмии симптомные, есть аритмии бессимптомные, есть аритмии опасные, которые сопровождаются ухудшением прогноза. Есть аритмии менее опасные, которые можно условно назвать доброкачественными. Есть аритмии, которые нарушают гемодинамику. Есть аритмии, которые, соответственно, может быть не опасны сами, но, к примеру, сопровождаются такими осложнениями, которые могут иметь за собой довольно негативные, инвалидизирующие последствия. Это опять же мы здесь говорим о риске развития инсульта у пациента с фибрилляцией предсердий. И мы должны учитывать вообще, на что готов наш пациент. Готов ли он принимать препарат? Готов ли он его регулярно принимать? Потому что если он нам честно скажет, что я вот буду пить антикоагулянт, но только буду его пить раз в пять дней, это тоже не выход. То есть здесь надо думать, как такому пациенту можно помочь. Прежде всего, это может быть из-за недостаточной, наверное, образованности пациента именно в плане своего заболевания. То есть обычно так пациенты отвечают, если им просто не разъясняли риски того, что вообще может произойти, если пациент с постоянной фибрилляцией предсердий не принимает антикоагулянт. Поэтому хотелось бы сказать, что таким пациентам, безусловно, надо определять применение антиаритмиков, исходя из их показаний. Помнить, что эффективность антиаритмиков не абсолютная, и что, конечно, выбор антиаритмика должен определяться его безопасностью, а не эффективностью. А у нас осталось немножко времени. Хочется рассказать об одном нашем клиническом примере. К нам в стационар поступила пациентка в возрасте 72 лет, и она уже имела в течение нескольких лет анамнез безуспешной медикаментозной терапии фибрилляции предсердий. Почему безуспешной? Потому что, несмотря на то, что она пила препараты, относящиеся к группе бета-блокаторов и первого С-класса, которые в комбинации, в принципе, оказывают неплохое профилактическое действие, пациентка всё равно испытывала в течение трёх лет симптомные пароксизмы фибрилляции предсердий. Также данная пациентка получала антигипертензивную терапию. Пациентка получала терапию, направленную на снижение уровня липидного спектра. И также у пациентки шли препараты из группы антикоагулянтов. В общем-то, всё назначено верно. Действительно, терапия адекватная. Некоторые пациенты на ней идут вполне неплохо. Но, учитывая, что пациентка также продолжала, во-первых, она продолжала работать, и у неё был очень высокий уровень повседневной активности, она активный человек, хорошо переносила нагрузки, в принципе, в обычной жизни, в межприснутный период. И поэтому её вот эти все вот еженедельные приступы фибрилляции предсердий выбивали из колеи. И, конечно, она, если не удавалось купировать этот приступ медикаментозно дома, она была вынуждена вызывать скорую помощь, госпитализироваться в стационар. То есть это, в общем-то, те самые показания, когда пациентке мы рекомендуем выполнить радиочастотную катетерную аблацию. Как указано в нашем анамнезе, пациентка имела третий класс симптомов. Что это такое? Существует шкала оценки симптомов, когда единица, это значит бессимптомная форма. То есть пациент есть аритмия, но он её вообще никак не ощущает, и она выявляется случайно, при каком-то плановом осмотре. Степень симптомов 4 – это самые тяжёлые симптомы, когда человек не может уже делать вообще никакую нормальную повседневную активность. Так вот, у нашей пациентки была степень активности симптомов номер 3. То есть у неё было всё-таки значительное нарушение нормальной повседневной активности. Пациентка стояла перед выбором либо ей попробовать поменять препарат, то есть вот напомню, она пила препараты из ряда бета-блокаторов и 1-го С-класса, либо решить вопрос о радиочастотной катетерной аблации. Возраст пациента 72 года, но это, в общем-то, никаким противопоказаниям не относится. Пациентка была гемодинамически сохранна, то есть у неё не было сопутствующей кардиальной патологии, гипертензии у неё контролировалось, то есть она получала препараты, и у неё, в общем-то, уровень систолического артериального давления был абсолютно нормальным, да и её дислепидемия тоже корректировалась вполне неплохо. Поэтому эту пациентку мы отобрали на катетерное лечение аритмии, это было, в общем-то, согласовано, то есть это никак вразрез не шло, ни с какими рекомендациями, и поэтому пациентка подходила под контроль стратегии, которая называлась контроль ритма. Мы планировали добиться синусового ритма, ну и, конечно, удержать его, насколько это возможно. Вот, и как это бывает, пациентка стала готовиться к операции, то есть пациентке предстояло сдать контрольные анализы, предстояло сделать обследование других органов, то есть туда входит гастродуаденоскопия, входит определение анализа крови. Очень неожиданно для нас, и очень, в принципе, неожиданно для самой пациентки. У неё упал гемоглобин, примерно где-то на 25 единиц. Потом стали разбираться, откуда он упал, и стали выполнять различные диагностические исследования. Это компьютерная томография, это исследование желудка, и в итоге, после того, когда такой первый ряд, первая серия исследований не дала нам никакого результата, пациентка была направлена на колоноскопию, и у неё диагностирован был рак кишечника, колоректальной локализации. За то время, что пациентка вообще проходила вот этот весь клинический скрининг, во-первых, она понимала, что у неё теперь существует сопутствующая патология, причём довольно опасная, то есть это было очень такое стрессовое событие для пациентки, а во-вторых, пациентка, конечно, она 4 месяца находилась, в общем-то, в периоде ожидания, и поэтому у неё даже наблюдалось прогрессирование, и у неё фибрилляция предсердий, которая раньше была пароксизмальной, и, в общем-то, приступы снимались через несколько часов, теперь пациентка стала испытывать персистирующие приступы, то есть у неё стали затяжные эпизоды, которые могли длиться днями, они могли требовать, да, эти купирования в стационаре, да и то даже не на первый день, а где-то больше, но, естественно, когда мы у такой пациентки выявили колоректальный рак, то здесь вопрос о катетерной аблации, фибрилляции предсердий отошёл на второй план, мы стали заниматься основной патологией, то есть отдали её нашим специалистам-онкологам, на самом деле вот нам дали интересную статистику, что это далеко не единичный случай, вот, к примеру, по данным Национального института онкологии, вот четыре наиболее частых локализации онкологии характеризуются высокой коморбидностью, и вот как раз рак кишечника и рак лёгких, это, ну, можно сказать, самые наиболее часто встречающиеся проблемы, которые, как правило, имеют какую-то подлежащую фоновую соматическую патологию, и наши коллеги также говорят, что вот именно сердечно-сосудистая патология, она даже иногда может быть, как, может быть, даже ранним маркёром, и что сама прогрессия фибрилляции предсердий иногда, она, в общем-то, может быть даже причиной быть того, что развивается вот эта скрытая всё-таки интоксикация, скрытый провоспалительный эффект, и это может привести к тому, что активируется аритмогенный субстрат. И вот, к примеру, данные, которые опубликованы в 2017 году, что пациенты, которые имели различные локализации онкологии, у них локализация фибрилляции предсердий, не та даже, по которой пациент просто обращается в стационар, а даже и бессимптомная фибрилляция предсердий, встречается довольно часто. Вот исследования, которые провели итальянские коллеги на 600 пациентах, позволили выявить 19% частота сопутствующей фибрилляции предсердий при раке лёгких, а при колоректальном раке 5%. Это действительно показатель немалый. Почему так происходит? Ну, во-первых, это просто прямой повреждающий фактор. Это, во-первых, может быть просто локализация рака, которая располагается либо в полости средостения. Это могут быть редко, но это тоже бывает и то опухоли сердца. Это может быть хронический прикордиальный выпад. Это может быть хроническое воспаление, которое характерно для рака любой локализации. Это может быть так называемый паранеопластический синдром. Это может быть активация аутоиммунного воспаления. Это электролитные нарушения. Отдельно хочется сказать, что вообще на самом деле те препараты и те методики, которые принимаются у тех пациентов, которые лечатся от онкологических заболеваний, прежде всего это радиотерапия, химиотерапия. Это также является прямым повреждающим действием на сердечно-сосудистую систему, потому что, безусловно, это проводится во благо. Это способ эффективного контроля онкологического процесса, но при этом это и потенциальное кардиотропное действие. Если мы посмотрим на те препараты, которые во всех странах мира, во всех протоколах, применяются для лечения рака, вот, пожалуйста, статистика, что данные препараты могут вызывать брадиаритмии, могут вызывать атриовентрикулярные блокады и другие нарушения проведения, могут вызывать фибрилляцию предсердий, могут вызывать различные наджелудочковые трахикардии. Описаны случаи желудочковых трахикардий либо фибрилляции желудочков, а это уже очень серьезно. Ну и, к сожалению, такие пациенты имеют повышенный риск развития летального исхода, что тоже надо учитывать, когда планируется дальнейшие виды терапии. Также, о чем мы говорили, это конкурентные пути метаболизма. Опять же, цитохромы, система цитохромов, через которую происходит метаболизм, большинства наших препаратов от аритмии и большинства антикоагулянтов, которые также получают люди с фибрилляцией предсердий, вот эти системы цитохрома, они полностью совпадают с метаболизмом препаратов, которые принимаются для лечения онкологии. И более того, вот здесь отмечена степень лекарственного взаимодействия. Третья степень, это реально очень сильное лекарственное взаимодействие, то есть развитие побочного эффекта практически неминуемо. И вот если вы посмотрите на слайд, там действительно почти все препараты, метатрексат, доксорубицин, изофосфамид, ингибиторы тирозинкиназа, гормональные агенты, они все имеют очень большое лекарственное взаимодействие и очень большую тропность в конкуренции с нашими препаратами. У нашей пациентки сначала была решена проблема с онкологическим процессом. Хорошо, что она обратилась вовремя, хирурги смогли ей помочь, проведено радикальное удаление опухоли. Сейчас пациентка наблюдается, у нее по данным МРТ, по данным компьютерной томографии, к счастью, наблюдается регресс, то есть сейчас нет рецидива онкологического процесса и мы хотели какое-то время выждать и соответственно не сразу брать пациентку на катетерную аблацию аритмии, но отдать время, может быть, чтобы понаблюдать за динамикой процесса уже в условиях того, когда мы проблему с онкологическим процессом решили. Пациентке все равно сохранялись приступы фибрилляции предсердий, они были не менее симптомными, опять же, это шкала 3, поэтому через 9 месяцев пациентке все-таки была проведена катетерная аблация. У нас вставал вопрос, учитывая то, что недавний рак, и причем локализация это нижний отдел кишечника, стоит ли вообще такой пациентке давать антикоагулянты? Стоит. А почему мы так хотели как бы дать пациентке антикоагулянты, потому что не стоит забывать, что вообще фибрилляция предсердия это также 5% риск инсульта в год, причем при любых ее формах. И несмотря на то, что пациентка, ну, наверное, немного больше, чем другие люди, имеет риск кровотечения, в том числе ректальных, это не является противопоказанием для приема антикоагулянта. Более того, ведь на самом деле вот так называемый паранеопластический синдром у пациентов со злокачественными новообразованиями может привозить к тому, что формируется так называемое ДВС, диссиминированное внутрисосудистое свертывание. И зачастую вот у пациентов с онкологией, особенно пока латентной, скрытой, могут развиваться тромбозы, даже без мерцательной аритмии. И поэтому вот в этом случае наверное прием антикоагулянт был все-таки обоснован. Также конечно такие пациенты за счет того, что у них нерегулярный ритм, за счет того, что у них происходит такой своеобразный стаз крови в полости левого предсердия, у них очень высок риск образования тромба в ушке левого предсердия и тем самым это еще раз повышение риска инсульта. Поэтому ответ да. Здесь представлена шкала, которой пользуются клиницисты, чтобы оценить показатели к антикоагулянтам, это конечно три балла по шкале ЧАНС-ВАСК, это точно, что безусловно назначать антикоагулянты. Если обратиться к рекомендациям, какой вид антикоагулянта выбрать, но здесь может быть не будет различий между новыми оральными антикоагулянтами, но учитывая, что пациентка в общем-то она трудоспособного довольно возраста, эта пациентка адекватная, она имеет хорошей комплайнс к терапии, мы пациентке рекомендовали принимать новый оральный антикоагулянт, и это было для нее более удобно. В принципе возможен прием варфарина, но в таком случае пациент будет все-таки в определенной степени привязан к контролю показателей МНО, и так называемый целевой диапазон должен составлять от 2 до 3, и более чем 75% измерений должны будут попадать в этот диапазон от 2 до 3, и что если пациент сможет регулярно посещать клинику и проверять этот показатель, в общем-то ничего не мешает оставить такому пациенту варфарин. Если обратимся к рекомендациям 2016 года, здесь все-таки прием новых антикоагулянтов более предпочтителен. Мы с этим согласились, пациентка у нас получала апексабан, на тот момент, когда выполнялось хирургическое удаление опухоли, вот именно в день операции она была освобождена от приема антикоагулянтов. Я напомню, что эта операция была лапароскопическая, то есть это не открытое хирургическое вмешательство, и поэтому уже через несколько дней пациентка снова вернулась к нормальному режиму приема антикоагулянта, потому что все-таки цель предотвращения инсульта, она тоже для нас важна. Второй вопрос, как мы должны были поступить, то есть давать ли пациентке полную дозу антикоагулянта, либо мы должны снизить дозу. Вот на самом деле я напомню, что в общем-то показателей, когда мы должны снизить дозу, их не так много. Это возраст старше 80 лет, это вес меньше 60 килограмм, либо это тяжелая почечная недостаточность, либо это какое-то транзиторное повышение креатинина больше чем 133 микромоль на литр. Вот у нашей пациентки к счастью все эти показатели отсутствовали, поэтому антикоагулянт мы ей давали полностью. Конечно, если пациент как морбидная, то есть нам следовало учитывать потенциальный риск кровотечений, мы конечно мониторировали ее может быть немного более тщательно, чем любого другого обычного пациента с фибрилляцией предсердий, но вот к счастью кишечных кровотечений либо каких-то кровотечений других локализаций у нас не было получено ни до того, как проводилось удаление опухоли, ни после. Поэтому мы данной пациентке антикоагулянты оставили. Ей было все-таки затем через 9 месяцев после того, как удалили опухоль, пациентку подготовили к катетерной аблации, сделали катетерную аблацию. Это представлена карта электроанатомическая, проведена изоляция легочных вен, а кроме этого построили вольтажную карту, и вот здесь зона, которая выделена, эта область окрашена красным, это рубцовые поля, так называемая зона фиброза. И вот дополнительно данной пациентке еще были нанесены радиочастотные аппликации, проведена модификация субстрата. Это позволило нам ожидать все-таки лучшую эффективность данной аритмии. И после того, когда мы пациентку уже выписали домой, в общем-то сейчас прошло полтора года от того, когда нам эта пациентка первый раз попала в стационар. У нее все неплохо, у нее остались препараты, она получает метапролол, но уже без пропофенона. Пациентка продолжает прием антикоагулянтов. А в данный момент у нее и в плане онкологической настороженности тоже, к счастью, все в порядке, поэтому мы наверное этот случай можем растенить как удачный, потому что это относительно своевременное вмешательство по ее основной патологии. Ну и кроме этого это сейчас контроль симптомов аритмии, что тоже для пациентки очень неплохо. А в заключение хотелось бы сказать, что такие пациенты, которые имеют нарушение ритма и сопутствующую патологию, причем это же конечно не обязательно онкологический процесс, это может быть абсолютно любое соматическое заболевание, это может быть сахарный диабет, это может быть тяжелая какая-то кардиальная патология, ишемическая болезнь сердца, это может быть почечная недостаточность, это могут быть перенесенные инсульты, когнитивные нарушения, такие пациенты они могут все-таки быть у нас в зоне риска, в зоне риска потому что у них плохая приверженность, они лечат еще и другие сопутствующие заболевания, и они получают еще и другие препараты, вот именно по другому поводу, эти пациенты должны находиться под более пристальным наблюдением, таким пациентам тактику надо выбирать больше, исходя из профиля безопасности, чтобы мы не навредили нашим пациентам, и конечно нужно изучать и применять роль инновационных мобильных цифровых технологий, потому что это поможет мониторингу симптомов, оценку клинической диагноза, и также контролю соблюдения режима терапии, все это наверное делает возможным, но делать такой прогноз, что в будущем вот эти мобильные инструменты скрининга и контроля за лечением, они будут только развиваться, и безусловно для нас это имеет большое значение, потому что тоже нужно идти в ногу со временем, это неплохое подспорье для клинициста, это неплохой наверное способ получения своевременной информации о наличии нарушений ритма, и поэтому эти вопросы заслуживают дальнейшей разработки, а я также в заключение хочу сказать, что регулярно у нас на базе нашего отдела ритмологии в центре имени Алмазова в городе Санкт-Петербург проводятся научные и практические конференции, вот сейчас этой осенью предстоит очередная конференция, которая называется форум аритмологии, ориентировочные даты это 20-24 октября 2020 года, поэтому приглашаем всех желающих к участию, участие бесплатное, вам нужно будет заполнить регистрационную форму, которая указана на сайте центра Алмазова, мы будем рады, если вы поделитесь своими клиническими наблюдениями, если будете задавать какие-то вопросы, связанные с тактикой ведения пациентов, поделитесь своим клиническим опытом, ну и в будущем мы будем надеяться, что будет возможность вернуться к этой теме, будет то, что обсудить, новые технологии контроля приверженности, новые принципы лечения, различных нарушений ритма, контроль сопутствующей патологии, вашему тему очень интересны, спасибо вам за внимание, до новых встреч! Продолжение следует...